Приветствую вас, друзья. Хочу вас проинформировать, что вчерашний ролик, это была первоапрельская шутка, это розыгрыш. Мы специально инсценировали такую ситуацию, в которую попадают очень часто водители нашей страны, для того, чтобы, во-первых, разобрать эту ситуацию, во-вторых, познакомить вас с человеком, который у нас в стране преподает курс экстремальной автобезопасности. Добрый день, меня зовут Цуркан Ураман, я президент Ассоциации каскадеров Республики Молдава. Мы вам представляем новый курс по экстремальной автобезопасности. Общественное движение СтопКам расскажет нам все возможные ситуации, ну а мы попытаемся найти практическое решение ваших проблем. Сейчас мы с Романом разберем ошибки, которые допустил водитель. Вот смотрите, какая часто встречающаяся ошибка. Когда вас зажимают, вы останавливаетесь, и из другого автомобиля выходят хулиганы, то, соответственно, вот стоять и ждать его нет смысла, чего вы дождетесь. Вот, ну, подошла наглая рожа, вас стукнуло по капоту, выходит вторая, да? Вот, Роман, как поступать в такой ситуации? Ну, первое, это аварийный знак. Если вас зажали по возможности, да, вы просто сдаете назад. Сильно сигналите, привлекаете к себе внимание, то есть, если вы не уверены в своих силах, и пытаетесь уехать от конфликта, но ни в коем случае его не вступать. Но у нас с героем ситуация произошла, которая произошла. А он остановился, заглушил двигатель и вышел разобраться, да, чего все-таки от него хотят. Выходя из автомобиля, еще одна ошибка, которую допускают люди, при открытии, попытке открытия дверей, скорее всего, там, ну, нанесут один или другой удар. И вам неудобно будет защищаться от тех или иных действий. Поэтому мой совет, это выйти из автомобиля и как можно дальше отойти от него. То есть, если люди агрессивно настроены, не стойте возле автомобиля, то есть, не ждите, когда вас начнут возле него бить. Отходите сразу от него, потому что мы в своих курсах доказываем, что у нас зоной агрессии является сам автомобиль, который участвует в той или иной ситуации, и водитель, который там находится. То есть, как минимум, если вы отошли от автомобиля, шансы на то, что пострадает ваш автомобиль, будут гораздо меньше. По причине того, что если вы останетесь, начнут бить стекла, бить машину, пытаться вас достать. Здесь у вас уже зоны для отхода, зоны для принятия решения гораздо больше. Ну и, естественно, сейчас у нас очень много гаджетов, пишущих любой, даже самый маломальский телефон. То есть, постараться по возможности записать данных людей, номера автомобиля, для того, чтобы была возможность обратиться в полицию за помощью. Спасибо, Роман. Редактор субтитров А.Семкин